Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Музей и школа представители двух разных систем образования и культуры. Эти два института, каждый своими методами, выполняют общие задачи воспитательные и образовательные, формирование гармонично развитой творческой активной личности. Поэтому совершенно естественно их стремление к сотрудничеству для выполнения этих задач. Традиционно для учащихся образовательных учреждений в музее проводятся музейные уроки, уроки мужества, другие мероприятия. Вот о том, что музей приносит ощутимую пользу учителю, его уроку, ученикам, педагоги школы номер 132 знают не понаслышке. Музей бесценный и ни с чем несравнимый по богатству образовательный ресурс, которым пользуются все больше и больше. Итак, сегодня я беседую с моими гостями. Заместитель директора по научно-методической работе школы номер 132, руководитель городской школы юного журналиста «Мечта» Оксана Скачкова и Елена Козырева, старший научный сотрудник музея имени Ильдара Рязанова. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Ну и первый вопрос, Оксан, к вам. Конкурс к видеопроектов художественной музеи по Волжи, безусловно, конечно, проект не только интересный, но и, конечно, весьма сложный, потому что представить работу необходимо было на двух языках, на родном, русском и на английском. Скажите, пожалуйста, вот сложности не пугали? Ну, вы знаете, я всегда своих детей учу, что если они хотят быть, действительно хотят быть журналистами, а у меня дети занимаются мотивированные в основном, то, значит, они должны учиться преодолевать трудности, потому что без преодоления этих самых трудностей, без какой-то мечты, без какого-то стремления, наверное, не будет никогда никакого результата в жизни. Спасибо. Елена, но вот когда к вам обратились с предложением принять участие в конкурсе, вы охотно приняли это предложение? Ну, конечно, если да, то почему? Ну, мы сами предложили школе поучаствовать, поскольку, да, поскольку у нас уже был успешный опыт участия, и мы вот решили еще раз попытать удачу, посотрудничать со школой, с ребятами и создать что-то новое, интересное. Расскажите, пожалуйста, как готовились к этому конкурсу? Наверное, вопрос этот адресую вам обеим. Вот как сами дети проявили себя в данном творческом направлении? Ну, сложно сказать, потому что здесь у нас получилось, как бы мы так между карантинами постоянно балансировали, потому что мы то дети у меня учились, потом приходилось прерываться в учебе, и, конечно, было очень тяжело, потому что в режиме онлайн съемки провести намного сложнее, и, конечно, какие-то подготовительные работы мы вели, то есть мы снимали, мы записывали звук, могли записать, мы могли написать текст, перевести его. На этапе съемок, конечно, было сложновато, но, в общем-то, мы это тоже преодолели, смогли, нашли в себе силы, время. Вы сказали, что для вас этот был опыт уже вторичный, в таком случае расскажите, пожалуйста, что это вообще за проект, нравится ли он вам, опыт ли вы уже какой-то приобрели в нем, участвуя, ну и как опыт сотрудничества с 132-й школой? Ну, сам этот конкурс уже третий год идет, и, да, безусловно, в прошлом году мы два раза участвовали, в прошлом году тоже участвовали, правда, не из школы, а у нас были девочки из разных учебных заведений, но все равно вот у нас успешно тоже получилось снять сюжет, и тоже присудили победу в номинации, ну и, да, безусловно, вот и опыт прошлого года пригодился вот для этого раза. Ну, давайте, чтобы не быть голословными, я предлагаю сейчас посмотреть, собственно, этот видеоролик, который вы отсылали на конкурс. Пожалуйста, внимание на экран. Imagine, you are a passenger of a train which has just come to the railway station. You are tired after the journey, and you want to see a familiar face so much, but no one is waiting for you in this shining million-person city. However, maybe it's not true. So, you went outside, and what do you see except numerous concrete buildings? The gaze falls right away upon the man standing in front of you. He is smiling sincerely, holding his head in an outstretched hand and looking at you. You just want to come up to him and say, Hi, how are you, my friend? We haven't seen each other for such a long time. If you come closer, you'll understand that it's not a human at all. It is a sculpture, but it looks very realistic. So, to whom this monument is dedicated? After looking attentively at the details, we recognize a hero of Rezanov's film in this man. This is Hiro Detichkin from the film Unconvictive. The suitcase most likely contains the money that he has to transfer to the account of the orphanage. He needs one more detail, but we will find about it later. We want to tell you more about this monument. For this reason, we suggest going on a little trip around the streets of our city. From Kumsumowska Square, the place of Detichkin's location, we will walk down the Krasnormaiska street. Stop at the Kuybyshe Square. The opera and ballet theater is located there. It's connected with the director's childhood, who created an image of Soviet urban hood. During the Great Patriotic War, young Rezanov visited this place often, not only to watch performances, but to eat tasty pastries as well. Walk along the Frundze Street, where another important object, which is connected with the director's life, is located. Of course, this is about the philharmonic. Performances of musical comedy theater, which took the place of the philharmonic during the war, attracted Eldar and affected his work. After passing quite a long way from the monument to Detichkin, we came to the building of museum, where the director has spent a year of his life. In the museum, we enter a world of Rezanov's films, get to know better with his characters, read interesting stories about Eldar Aleksandrovich's life. Though we came here not for this, but for the first layout of monument to Detichkin and its drafts, which, by the way, were made by artist Perter Sorohanov, the cartoonist of Novaya Gazeta newspaper. This newspaper is also closely connected with our city, as its creator and the first chief editor, Dmitry Muratov, is from Samara. Do you remember that in the beginning we have mentioned about that detail that the monument was missing? That specific detail? Well, it's time to find out what is it. In one of the drafts of the monument, Eury Dechkin is holding a sword. If you have seen the film Uncommon Thief, you know that the main character plays the role of Hamlet on the theater stage, and the sword is his attribute. It's interesting to know that Inokentis Mknofsky, who played Detichkin, had played the Dutch prince himself in the film Hamlet before. That's why he transformed into the Shakespeare's character so easily in the comedy. On the other layout we see a garage, which is going up in the air with the help of a crane. Do you remember how Detichkin stole Sametsvatov's Volga in the film? That's how the opening of the monument to the legendary character was planned. Unfortunately, the opening turned out more traditional, and we can find out about the original idea only in the museum, thanks to the small picture. And that's the end of our little excursion. We hope that you have no more doubts that the city was important to Ildar Rezano. Оксана, расскажите, пожалуйста, какой опыт вы приобрели? Вы, школа, ученики, разумеется, приняв участие в этом конкурсе? Ну, ребята, наверное, больше всего колоссальный самый опыт приобрели, потому что действительно вот оператор у нас вообще впервые снимал, то есть он до этого был как фотограф работал, сейчас вот он решил себя попробовать как видеооператор, что-то удалось, что-то нет, сделал какие-то для себя выводы, но я думаю, что для ребенка в 13 лет, в общем-то, это действительно серьезная победа, когда он взял в руки серьезную камеру, профессиональную камеру, да, и пошел снимать и попробовал, вот такой приобрел опыт. Ребята, которые писали тексты, они были более опытными, потому что вот Катя с Ваней, они уже участвовали до этого и в научных работах, и Катя у нас в этом году была призером международной олимпиады при СПБГУ по журналистике, то есть как бы уже у детей был такой опыт колоссально, она до этого в лагере всю смену вела газету, поэтому здесь, конечно, детям просто дети оттачивали свои, как мне кажется, профессиональные навыки. Ну а что касается нашего переводчика Ани, которая текст начитывала, начитка для нее тоже была впервые, потому что, честно, дети многие испугались, говорят, а вдруг не такое будет произношение, Аня сказала, ну хорошо, я написала текст, я его сама прочитаю, в общем-то справилась с задачей, конечно, тоже не с первого дубля, но молодец, я считаю, что действительно каждый из детей внес вот эту свою лепту, каждый из детей не побоялся, а это очень важно, и каждого, конечно, приходилось поддерживать, мне как педагогу, каждого приходилось все время говорить, ну все нормально, у тебя все получится, все будет хорошо, это вот было очень важно, потому что каждый каждый боялся, но когда мы все вместе сделали, оказалось, что мы можем, это нас вдохновило, для нас это был, вообще для моей вот этой студии, для объединения, это был второй фильм, но там были у нас другие, и актеры, и режиссеры, там у нас был игровой фильм, вот это такой фильм-экскурсия, это был для нас второй опыт, очень важный, и я думаю, в общем-то, ну мы на этом не остановимся, я надеюсь, потому что у нас вот еще следующий уже сюжет, мы начали есть наброски, дальше хотим продолжать работать с музеем. Вот вы как педагог, как руководитель, лично какую бы оценку поставили вот этой работе, с высоты, конечно же, своего опыта? Ой, вы знаете, я, мне очень сложно всегда ставить оценку своим детям, я хочу, чтобы ее всегда поставили другие люди, и мне было, например, приятно, когда мои бывшие коллеги по ВУЗу высоко оценили этот фильм, когда мои друзья, в том числе и друзья из сферы журналистики, оценили этот фильм, они сказали, какие вы молодцы, как это все здорово, и как хорошо, что вы вообще это делаете. Спасибо. Елен, в музее очень интересная позиция, в музее имени Ильдара Рязанова, есть, я бы даже сказала, уникальный экспонат, вот скажите, пожалуйста, как они были воплощены в идею конкурса? Ну, у нас музей не художественный, поэтому у нас коллекция картин небольшая, но по условиям конкурса скульптура тоже могла участвовать, поэтому мы вот остановились на макете скульптуры Юрия Деточкина, которая сама скульптура находится на площади у железнодорожного вокзала, и вот макет и скульптура стали нашими основными персонажами и позволили выйти даже за стены музея. Вот мы сейчас как раз видим фотографии вашего музея, а вот, кстати, почему был выбран именно музей Ильдара Рязанова? Ну, во-первых, так получилось, вот Елена позвонила, сама вышла с инициативой, но надо сказать, что мы с музеем Рязанова очень дружим, и мы приходили туда и на день рождения Рязанова, и мы приходили туда просто с экскурсиями, вообще, я не знаю, у меня детям он очень нравится, я тоже очень люблю этот музей, всегда с удовольствием его посещаю, и когда Елена позвонила, я просто не могла отказать своему любимому музею. Елена, вот вы вместе получили диплом за успешный образец сотрудничества музея и школы. Скажите, пожалуйста, что для вас как для сотрудника музея, значит, эта награда, для вас как педагога школы, вот это просто очередная награда, которых у вас великое множество, либо что-то еще, что-то большее? Ну, конечно, каждая награда, она желанна, и всегда ей радуешься. Для меня тоже, вот мой собственный личный опыт, я не так-то уж много в каких-либо конкурсах где-то участвовала, но вот чем больше участвую, тем больше успехов, и, конечно, это вот как-то так мотивирует еще дальше что-то делать. Кроме того, награда свидетельствует о том, что не зря мы, значит, сотрудничаем, не зря и дружба наша, видимо, нам помогла в участии в этом конкурсе. И, кроме того, свидетельствует она еще о том, что мы, видимо, работу свою проделаны в правильном русле направляем, раз нам дали награду. Это, конечно, тоже радует очень. Оксана, ваше? Ну, для меня всегда любая награда, это, конечно, гордость моих воспитанников, потому что, действительно, я считаю, что любой педагог, он воплощается в своих учениках, и чем лучше, чем качественнее работают ученики, тем, наверное, больше плюсов для педагога. Если честно, я как-то вот, ну, очень спокойно отношусь к наградам, я очень спокойно отношусь к каким-то вот таким вещам, ну, к элементам славы, к составляющим славы, я всегда очень спокойно отношусь, я никогда как бы вот ими и не кичилась, и не гордилась. Но для меня вот это всегда очень важно, когда об этом узнают дети, когда ты им вручаешь грамоты, когда ты пишешь в группе в соцсетях про это, когда ты кому-то рассказываешь с гордостью, что это не я добилась, что это не я такая молодец, а что это мои дети. Вот это, наверное, самое главное. Но, тем не менее, это портфолио школы и пополнилось. А вот как победитель был поощрен? Ребята как-то на себе оценили вот этот диплом? Или просто диплом? Ну, к сожалению, пока еще мы его в руках даже не держали, этот диплом. И я, если честно, детям, я сказала, что у нас диплом есть, но я как-то вот пока это мы не обставили в торжественной обстановке, потому что вот я считаю, что диплом нужно вручать тогда, когда он уже на руках. Вот как только он у нас будет на руках, я думаю, мы будем чествовать, конечно, победителей, мы их поздравим в какой-то обстановке торжественной. Думаю, может быть, какие-то там даже призы, сувениры, что-то все равно, как-то мы должны детей поощрить. Ну, все равно для детей, кстати, тоже сегодня, для современных детей, вот эти грамоты, это тоже очень важно, потому что они все идут в их портфолио. И дети, которые собираются на творческие профессии, вот как я уже сказала, это одна из авторов этого ролика, Катя, она собирается на журналистику, для нее это вообще очень важный шаг, и все эти грамоты по журналистике она, конечно, складывает. Для остальных детей эти грамоты будут важны, если они захотят поехать в Артек, в Орленок, в Океан, это же тоже очень важно. Это же все грамоты, а тем более грамоты достаточно высокого уровня, они все учитываются даже при поездках в различные лагеря. Поэтому я думаю, для детей грамота тоже будет очень важна, ну и действительно это признание их побед, и как бы они ни относились, может быть, и не всегда они у меня в массе свои дети достаточно сдержанные, и как-то я смотрю, они радуются грамотам, но они тоже стараются так не ходить там с этой грамотой, как с флагом. Но при этом для детей всегда это очень важно, что их работу признали, что они работают не зря, и что они могут чего-то добиться, и они чего-то добились уже в этой жизни. Оксана, скажите, пожалуйста, а вот имеет место быть здесь момент все-таки патриотического воспитания, принятия участия вот в таких всероссийских конкурсах, как вы считаете? Ну, патриотическое воспитание, естественно, потому что, во-первых, дети узнали какие-то новые сведения о городе, потому что Елена нам дала сведения о скульптуре, о памятнике тоже, и мы с детьми читали вместе, когда на моментах обсуждения, то есть написание сценария, когда мы придумывали вообще вот этот весь ход, что нам надо показать не просто памятник, не просто макет, а что нам надо непременно показать город, которым мы можем гордиться, и что нам есть чем гордиться. А вот это очень важно, потому что дети, они действительно какие-то нашли новые сведения, новые уголки, например, для них было что-то открытием, что-то наоборот, они, может быть, ну, как-то к каким-то местам изменили свое отношение. Это тоже очень важно. А вот любопытно, конкуренция среди конкурсантов была серьезная? Сложно сказать? Ну, да, конечно, серьезная, там, причем из разных городов присылали тоже свои видеосюжеты школы. Ну, вот, в принципе, если сравнить, например, с прошлым годом, то я знаю, что в этот раз поменьше было участников. Это как раз, собственно, в связи с... Это все равно не умаляет достойности, да? В связи с дипломом, да. Получение диплома. Вот сейчас как раз мы видим виртуальную экскурсию в музее Ильдара Рязанова. Сейчас, в период самоизоляции, музей не работает. Вот как раз есть виртуальная экскурсия. А что сегодня можно еще предложить нашим жителям, но чтобы не скучать дома, а посмотреть, вот, к примеру, такую интересную экспозицию, Елена? Ну, у нас на мае запланированы различные онлайн-мероприятия. Например, несколько циклов онлайн-лекций на различные темы. К примеру, одна из лекций посвящена жизни Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве во время Великой Отечественной войны, когда он пребывал здесь в эвакуации. Составлена эта лекция на основе его писем, которые хранятся у нас в фондах музея. Еще одна лекция посвящена беженцам Первой мировой войны в Самарской губернии. Рассказывает о евреях-выселенцах с чертой оседлости. Кроме того, в эту лекцию будет включена информация и материалы о семье мамы Эльдара Рязанова, поскольку семья их тоже была беженцами Первой мировой войны. Также лекция, тоже онлайн-лекция эпидемии в кино, такая киновирусология, эпидемии в кино, ну, так сказать, на злобу дня тема. Еще мы ко Дню Победы готовим тоже очень крупный проект. И также онлайн-мероприятие запланировано у нас на ночь музеев. Ну, в общем-то, всю эту информацию можно в анонсах у нас в соцсетях узнать. Ну, вот, кстати, вы сказали и рассказали об многих проектах, но я знаю, что у вас есть проект еще развлекательного и просветительского характера. Что готовите нового? Вот самоизоляция закончится, что тогда? Ну, у нас много планов, я все раскрывать не буду пока, но скажу, что мы готовим сейчас обновление одного из залов нашей экспозиции, зал в гостях у Рязанова. Он пополнится новыми экспонатами, и я думаю, что и тем людям, кто у нас уже бывал, и новым посетителям наверняка будет очень интересно смотреть на эти обновления. Оксана, а я хочу спросить вас, этот год, конечно же, главным событием является 75-летие Победы. Мы сейчас поговорили вот об этом конкурсе, о художественном музее Поволжья. Какие проекты вы готовите к 75-летию Победы? Может быть, как-то дети 132-й школы выделились и в них, не остались в стороне? Ну, у нас, ребята, вот мы сейчас сняли только ролик про героя, именем которого наша школа, про Георгия Петровича Губанова. Мы сняли ролик, это была акция областная, и, в общем-то, вот мы его выложили на сайте. Пока тоже нам не сказали каких-то результатов, мы выложили его на своем сайте, мы его отослали в Министерство образования. Вот сейчас будем ждать, когда нам скажут результаты вот этого участия. Но это, я так поняла, проект не, скорее, не конкурсный, а вот такой проект, в котором нужно поучаствовать. И мы считаем своим долгом действительно рассказывать о своем герое. У нас действительно уникальный герой, который учился в нашей школе, который еще до войны, в 1940 году, получил звезду Героя Советского Союза, которая, кстати, его и спасла в одном из боев от смерти. То есть это действительно потрясающая история. Человек, который в результате ранения, все-таки во время войны уже, в результате ранения, в общем-то, был лишен определенных двигательных возможностей, но, тем не менее, человек, который продолжил боевые вылеты, летчик Губанов, он летчик, его именем названа одна из улиц в нашем городе. И мы, в общем-то, очень гордимся, конечно, вот тем, что этот человек учился в нашей школе. Не просто учился, он и после войны очень любил нашу школу, и всегда в нее приходил. И вот про него мы, конечно, сняли такой видеоролик, рассказали. Конечно, ребята участвуют в акциях «Письма о войне». Конечно, вот с педагогами сейчас выкладывать тоже будем и наши какие-то тексты, которые мы будем читать о войне, ребятам. То есть, в общем-то, сочинения. То есть мы, конечно, стараемся быть всегда в тренде, стараемся всегда участвовать в таких конкурсах. Причем, опять же, для нас здесь важна, наверное, не столько награда. Награда, это, конечно, всегда здорово, когда тебя отмечают. Но это очень важно, потому что, когда наши ребята участвуют в таких конкурсах, они действительно понимают, что патриотизм – это не пустой звук, и что действительно нам есть чем гордиться. Потому что, я говорю, мы когда делали этот ролик, я сама очень много узнала о Губанове, и я сама с удовольствием изучала материалы, сама с удовольствием читала, наверное, даже с большим удовольствием, чем дети. Спасибо. Елена, ну и к вам вопрос, наверное, заключительный. Все-таки, возвращаясь к тому режиму, в котором мы сейчас вынуждены должны находиться, к режиму самоизоляции, все равно она закончится, музей летом будет работать. Проанонсируйте, пожалуйста, какие-то знаковые мероприятия, на которых вы готовы уже сейчас пригласить жителей нашего города, ну и, конечно, обязательно гостей, которые прибудут к нам, когда все закончится. Ну, наверное, из таких вот мероприятий летом мы всегда проводим Ночь кино, но это вот только в августе. Пока что, так заранее сказать, к сожалению, я не могу, сейчас пока мы не загадываем, но Ночь кино, я думаю, мы обязательно отметим это мероприятие, это будет в августе. Ну, а летом мы, разумеется, ждем наших посетителей, как только будет разрешено, как только мы откроемся. Да, конечно, да. Кроме того, у нас еще тоже, ну, если неизвестно, когда сейчас погас, снимут все эти запреты, есть карантин, в принципе, у нас еще есть, тоже готовится к выходу, тоже онлайн-мероприятие, это цикл подкастов. Называется он «Тайные страницы истории кино», тоже это можно будет на соцсетях все посмотреть, послушать, вот, там на различные тематики, о различных жанрах, поэтому тоже вот пока так вот в онлайн-режиме, а как только откроемся, конечно, посетителей ждем всегда. Ну, я думаю, и мы с вами еще не один раз увидимся в эфире, где вы уже подробно расскажете о своих проектах. Оксана, близится к завершению учебный год, вот, конец его был, конечно, вот такой, ну, как говорится, от нас это не зависит. Какие бы знаковые вы подвели итоги, что в этом году вы провели особого интересного, какими проектами, возможно, гордитесь, ну, вот, помимо того, что мы сегодня обсуждали, ну, и, конечно, какие планы оставите на будущее? Ой, ну, на будущее, наверное, начну с будущего, на будущее сложно загадывать, всегда очень много планов, хочется много всего сделать, много всего успеть, и все-таки мы надеемся, что мы сможем сделать какие-то интересные планы и, может быть, новые какие-то фильмы снять, новые ролики. Какие проекты в этом году интересные? Ну, я думаю, сложно тоже, вот, я, наверное, сейчас времени эфира не хватит перечислить все, что у нас, но я вот, например, горжусь тем, что мои дети в этом году сняли фильм о войне, это была такая сборная, команда, там не только дети 132-й школы были, а то есть вот те дети, которые занимаются в городской школе юного журналиста, ну, основной был костяк, вот, школа 132, мы с ребятами сняли такой небольшой фильм о письмах солдата, то есть я тоже не ожидала, дети полностью написали сценарий, написали текст, все это сняли, и мне, например, я вот этим угоражусь. Ну, конечно, наверное, если говорить о школе в глобальном, глобально так, то, наверное, стоит гордиться тем, что наш музей постоянно отмечают, у нас очень хороший школьный музей, в котором как раз очень большая экспозиция посвящена подвигу наших учеников, педагогов, которые участвовали в Великой Отечественной войне, и мы действительно очень много в этом году музейных уроков проводили, очень много мероприятий, вот 8 мая буквально завтра у нас будут единые классные часы в режиме онлайн, где тоже педагоги будут рассказывать детям о Великой Отечественной войне, и, скорее всего, конечно, расскажут о тех, кто когда-то учился тоже в стенах нашей школы, и кем мы должны гордиться. Ну, не знаю, даже много действительно в этом году. Наверное, важные, да, цену вы назвали. Я, наверное, знаете, еще вот очень рада, как бы я к этому имела, конечно, такое косвенное отношение всего лишь как член жюри, но я, например, очень рада, что в этом году, несмотря на такую обстановку действительно сложную, мы провели международные славянские чтения, и у нас все-таки был один представитель и зарубежной страны из Болгарии у нас девочка выступила, вот, это тоже очень здорово. Очень важный опыт сотрудничества. Ну что же, спасибо большое, я благодарю вас за интересную беседу, хочется вам пожелать и дальнейших таких интересных творческих проектов, ну и, конечно, совместного, плодотворного, обязательно сотрудничества. Спасибо большое, спасибо всем тем, кто сегодня с нами, посмотрели программу «Город С». Всего хорошего, до свидания и занимайтесь творчеством. Субтитры сделал DimaTorzok